привет сегодня расскажу вам рецепт очередной суперский когда хочется что-то перекусить какой-то бутербродик покупаем колбасу я мог бы целую лекцию прочитать потом что в колбасу бросают и почему не стоит ее покупать можно сделать колбасу самому такую псевдо колбасу что мы делаем называется этот рецепт бачок по-костопорски что нам нужно купить бачок покупаем бачок мясной желательно вот так вот сегодня я готовлю два небольших кусочка лучше заново потом переприготовить так дальше ставим кастрюльку примерно туда я залил 2 литра воды 2 литра воды еще мы сюда водичка закипела бросаем сюда примерно на литру на литру получается столовая ложка соли то есть все у нас так сейчас здесь 2 литра даем 2 столовые ложки соли даем сюда штучек 5-6 даже 7 вот так вот лаврушечки по вкусу потом каждый сам себе может определиться но в итоге даем еще черный перец горошком штучек 8 несколько штучек гвоздика несколько штучек гвоздика несколько штучек гвоздика и пару горошин рушистого перца еще можно попробовать чуть-чуть дать какие-нибудь травы для прикуса чуть-чуть хотя бы вот так вот французские травы так теперь бросаем сюда сквотаем и бросаем сюда бачок и варим в этом рассоле ставим в бачок и варим в этом рассоле ставим в бачок вариться примерно на час дальше встретимся так проварился наш бачок час можно полтора еще один из вариантов есть такой что при варке до варки скажем так шелуху можно положить в кастрюлю от цибули вот но как по мне оно кроме цвета золотистый цвет такой получается как будто оно копченое оно ничего не дает поэтому я так не делаю вот сварилось оно у нас остыло чуть-чуть стекло ложим на фольгу давим ну на два таких кусочка маленьких там я знаю чесночка давим 4-5 зубчиков добавляем черного перчика вот можно добавить еще там любые специи по вкусу но перепарщивать тоже не стоит вот чуть-чуть дам молотой можно и красного перца добавить кто любит острое я чуть-чуть добавлю еще паприки вот молотой натираем 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 вареный мачучек руками втираем вот так вот да и кстати в процессе варки варки я протыкал ножиком несколько раз протыкал чтобы рассольчик попадал натираем это все дело нашей помазухой заматываем заматываем фольгу и положим в холодильник на сутки оно настаивается настаивается и получается очень вкусная штучка вкуснее лучше чем любая колбаса на хлебчик отрезал я бы даже сказал что вкуснее чем петченый бачочек потому что петченый он такой суховатый получается а тут получается очень вкусно советую вам попробовать итак настал момент истины сутки прошли даже больше наш пачок патастопольский готов вот замечательная такая штучка надо побродики можно хранить так и сам глобуш чесночок это даже сказал бы не бачок а такое как мясо получается замечательные бутербродики делаем вот так кто-то острое не любит я люблю краюшку положить немножко так горчички дадим все это очень вкусно советую попробовать для того чтобы просто смыть все всем спасибо